Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Александр Горячев, компания FreshForex. Сегодня у нас 23 сентября, вторник, и мы начинаем наш вебинар с ежедневного обзора валютного рынка. Начинаем с календаря событий на сегодня. Буквально менее чем через 30 минут мы получим данные из Франции по индексу PMI производственного сектора за сентябрь. Аналогичный релиз по PMI производственного сектора уже мы получим из Германии в 11.30 по Москве. И в американскую торговую сессию нас ожидали отчеты штатов 17.45 по Москве. Аналогичный индекс PMI производственного сектора также за сентябрь. В общем, сегодня у нас день PMI производственного сектора, так это можно охарактеризовать. Начинаем наш обзор с пары евро-доллар. Накануне мы говорили о том, что медвежий тренд по-прежнему в силе и ищем точки для продаж, то есть используем краткосрочный рост котировок для открытия шартов по паре евро-доллар. Вчера у нас пара евро-доллар снижалась, она обновила минимальные значения предыдущей недели, однако затем мы увидели некоторый технический отскок. Что касается дня текущего, то на сегодня у нас намечена публикация данных по индексам PMI производственного сектора Германии и Франции. Это две ведущие экономики еврозоны. Германия у нас экономика номер один, это локомотив еврозоны. И Франция, скажем так, по весу, по рангу находится на втором месте. На третьем месте у нас находится Италия. В еврозоне вот такая великолепная тройка. Сегодня мы получим данные из Германии и Франции, то есть первое-второе место по рейтингу в еврозоне. Стоит отметить, что оба показателя показывают негативную динамику, причем индикатор Франции уже 4 месяца подряд находится ниже ключевого уровня 50%. Вот для индексов PMI всегда определяют ключевой уровень. Само агентство, которое публикует данные индексы, это центр макроэкономических исследований Market Economics, оно выделяет уровень 50%. Если мы видим итоговое значение ниже 50%, это говорит нам о спаде, то есть пессимистичное настроение у менеджеров по закупкам в производстве. И наоборот, если у нас значение выше 50% и показывает уверенный рост, то это благоприятно для производственного сектора. Так вот, в Франции мы 4 месяца подряд наблюдаем значение ниже 50%, то есть у нас есть определенный негатив по производственному сектору во Франции. В Германии данные чуть лучше, здесь данные выше 50%, но тем не менее мы также наблюдаем нисходящий тренд в последние месяцы. У нас показатель снижается, и если посмотреть на годовую среднюю, то мы находимся уже ниже ее. У нас в августе значение было 51,4, мы уже находились ниже годовой средней, что указывает на нисходящую тенденцию. Получается, если сегодня мы даже увидим выход данных чуть лучше медианопрогнозов, то есть от небольших отклонений медианопрогнозов, все равно это не сможет сильно переломить медвежий тренд, мы всего лишь навсего сможем увидеть некоторый коррекционный рост по паре евро-доллар, ну, допустим, куда-нибудь в область 29-й фигуры, у нас второй уровень сопротивления на сегодня 1,2911. Это в том случае, если мы увидим данные лучше медианопрогнозов. Шансы на то, что мы увидим данные лучше медианопрогнозов, также невысоки, потому что у нас по-прежнему есть геополитическая нестабильность между ведущими экономиками Еврозоны, а также Российской Федерации, все мы об этом знаем, потому что были введены санкции, как стран Еврозоны по отношению к России, и наоборот, Россия ввела также санкции. Получается, в целом, это негатив, и этот негатив также будет отражаться и по настроениям менеджеров по закупкам в производственном секторе, то есть по индексу PMI. Что касается еще одного компонента, на который необходимо смотреть, это инфляция, потому что над Еврозоной витает угроза дефляции. Это сейчас главная боль у монетарного регулятора Еврозоны, Европейского Центробанка. Накануне выступал Марио Драги. Как я уже говорил, не стоило было ждать вот этого выступления сильных комментариев, которые смогли вызвать резкие колебания на рынках. Кто-то может сказать, что, тем не менее, мы вчера после Марио Драги снизились, но, однако, здесь не только Марио Драги был участником данного снижения. Вчера у нас был слабый отчет по индикатору потребительской уверенности в Еврозоне. Индикатор показал вновь снижение, потребительская уверенность по-прежнему снижается, и она идет все ниже и ниже. Это тоже негатив для экономики региона, потому что, если потребители себя чувствуют неуверенно, они не будут делать больше покупок, и тем самым инфляция по-прежнему будет низкой. Потому что, если население чувствует себя уверенно, делает больше покупок, тем самым потребительские цены начинают потихонечку разгоняться наверх. Это закон экономики, закон спроса и предложения. Поэтому если мы видим слабые потребительские данные по потребительской уверенности, тем самым у нас не будет рост индекса CPI с одной стороны. С другой стороны, на индекс CPI также влияет и цена на нефть, это тоже один из важнейших инфляционных компонентов. Разными учеными подсчитаны различные расчеты сделаны, и вот в среднем, скажем так, консенсус прогноз, как влияет нефть на инфляцию, примерно отводит нефти 32%. Вот если, допустим, у нас нефть растет, то определенная часть розничных цен также будет расти, то есть получается из 100% инфляции у нас 32% приходится на нефть, поэтому на нефть всегда обязательно необходимо смотреть при анализе инфляции. Давайте посмотрим на нефть, нас интересует марка Brent, потому что это североморская марка, она у нас европейская, WTI это у нас нефть марки, это американская марка нефти, и она нам интересна для анализа уже Соединенных Штатов Америки, а также Канады, допустим. Что касается европейских стран, в том числе и России, нас интересует нефть именно марки Brent, поэтому посмотрим на графики нефть марки Brent, на дневные свечки, допустим, те же самые. Вчера мы протестировали минимальные значения 2013 года, то есть у нас получается цены на нефть вчера торговались на минимуме за последние два года. Следующий у нас такой сильный экстремум, это минимум 2012 года на отметке 88.49 долларов за баррель. Текущая котировка по нефти марки Brent 97.35, мы вчера сделали небольшой прокол вот этого минимального значения 2013 года, после чего у нас была коррекция, мы отскочили. Это все логично, потому что экстремум очень сильный, годовой экстремум, и я тоже много раз говорил в наших вебинарах, что от сильных экстремумов у нас происходит либо сильный отскок, либо такая небольшая коррекция консолидации. Вот мы сейчас немного отскочили, мы консолидируемся, но на мой взгляд мы еще, наверное, пойдем немного ниже, поэтому будем еще раз тестировать это минимальное значение сверху вниз. Цены на нефть находятся уже две недели ниже отметки 100 долларов за баррель, это также крайне негативно для роста инфляционного давления. Необходимо смотреть не только, допустим, как котировки опустились вниз или вверх, допустим, в моменте мы можем увидеть сильное снижение, но если это снижение будет в течение одного-двух дней, нам это в принципе неинтересно. Нам интересна динамика, причем динамика именно длительная. И вот мы видим, что две недели у нас цен на нефть находятся ниже отметки 100 долларов за баррель, ключевая отметка, и тем самым это еще один негативный фактор для роста CPI, это у нас индекс потребительских цен. Поэтому инфляция в сентябре, скорее всего, расти не будет. Что касается потребительской уверенности нефти, нам это два фактора указывают. И то же самое мы видим по-прежнему напряженность между странами еврозоны и России, это все тоже оказывает негативное влияние на обе экономики, и на экономику еврозоны, и на экономику России, поэтому везде у нас сплошной негатив. В этой связи необходимо использовать краткосрочный рост котировок для открытия позиций на продажу по паре евро-доллар. То есть наш прогноз пока что не меняется. Используем рост котировок для наращивания шартов, где можно продавать пару доллар-иен, но по традиции на уровнях сопротивления, а также на локальных экстремумах. Уровни сопротивления у нас на сегодня 1.2858, 1.2911. И фиксировать прибыль на уровнях поддержки. Как вы видите, они хорошо работают, достаточно неплохо. Вчера я говорил о том, что уровень 28.10 у нас второстепенный. Там мы сможем показать некоторую консолидацию, а вот уже 20.755 очень сильный. Вчера мы снизились по паре евро-доллар 1.2816. То есть 6 пунктов мы не дошли до первой поддержки, после чего у нас был отскок до как раз первого уровня сопротивления чуть выше. У нас максимум текущего дня 28.63. То есть как вы видите, вчера мы снизились до первой поддержки, в зону первой поддержки немного не дошли. И сегодня и откачили от нее, и дошли до первого сопротивления, и много его превысили. Поэтому уровни работают. В совокупности с фундаментальным анализом можно построить очень хорошие прогнозы, и можно на этом зарабатывать. Поэтому открываем позиции на росте котировок шарты. И фиксируем прибыль на уровнях поддержки 28.10, 27.55. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы по паре евро-доллар, я на них с удовольствием отвечу. Продил вчера бренд. Игорь, ну бренд мы сегодня не рассматриваем, на наших вебинарах мы рассматриваем основные валютные пары, поэтому сегодня по бренду говорить не будем. Пару слов о бренде я сказал, какое влияние нефть бренд оказывает на ту же самую пару евро-доллар на европейскую экономику. Больше сегодня о бренде говорить не будем. Да, сегодня немного заплыл, но система сказала, что так, по бренду мы сходим в 90 фигуре, мне кажется. Сергей, поживем-увидим. Пока что у нас на повестке дня максимум, простите, минимум. 2013 года у нас на отметке 96.74. Вот у нас задача тестирования этого минимума. И дальше необходимо за ним закрепиться. Также необходимо учитывать и новостной фон, а там уже дальше можно будет говорить о 90 фигуре. Потому что 90 фигуре это, грубо говоря, нужно на 7% от текущих отметок снизиться. Все-таки это достаточно сильное снижение, поэтому здесь необходимы фундаментальные предпосылки для этого. Вроде все понятно, по евро продавать на откатах. Да, Евгений, продавать на откатах, используем рост котировок краткосрочно для открытия позиции. На мой взгляд, наиболее эффективно продавать частями, не сразу на весь объем, а частями. Вот такой мой подход частично входить в позиции. Если вопросов нет, переходим к следующей нашей валютной паре. Пара фунт-доллар, по традиции. Сегодня у нас не ожидается публикация статистики из Великобритании. Календарь макроэкономически пустой. И на этом фоне, лично я сегодня ожидаю в первой половине дня умеренного роста котировок пары фунт-доллар. Сегодня в Азию мы также наблюдали рост. Об этом я сегодня в том числе и писал на нашем сайте, в разделе аналитика, фреш прогноз, фундаментальный анализ. Я не только веду ежедневные вебинары, но также еще и публикую обзоры на нашем сайте. Если кто не знает, всегда можно зайти на наш сайт, в раздел аналитика, фреш прогноз, фундаментальный анализ. Там есть ежедневные обзоры и недельные обзоры по золоту, металлам, платиновой группе, а также фондам рынка Америки и S&P500. Так вот, сегодня я также в обзоре указывал на рост котировок пары фунт-доллар. С чем это связано? На мой взгляд, необходимо выделить две причины. Во-первых, мы видим снижение кросс-курса евро-фунт. Когда мы видим снижение кросс-курса евро-фунт, это оказывает небольшую поддержку британской валюте в паре с американским долларом. Потому что, если евро-фунт снижается, то у нас получается, что евро продают, фунт покупают, соответственно, есть спрос на фунт. И если вот так смотреть по степени влияния на пару фунт-доллар, то именно кросс-курс евро-фунт находится на первом месте. он очень сильное влияние оказывает именно пару фунт-доллар. Почему? Потому что у Евро-зоны, у Великобритании, простите, главный торговый партнер – это евро-зона. Поэтому изменение котировок трос-курса евро-фунт также очень сильно влияет на котировки пары фунт-доллар. И наоборот, котировки пары фунт-доллар оказывает на котировки валютной пары евро-фунт. Поэтому всегда необходимо следить за кросс-курсом евро-фунт, если вы торгуете британской валютой. А также мы получаем, сегодня у нас будет отчет по штатам по индексу PMI производственного сектора, на мой взгляд, сегодня можно назвать выхода данных чуть хуже медиана прогнозов, последние отчеты у нас указывают на то, что экономика штатов начинает показывать некоторое замедление, мы видим и негативные релизы, умеренные негативные релизы, сильным негативным это назвать нельзя, но тем не менее, три релиза по сектору недвижимости у нас вышли хуже медиана прогнозов, показали они некоторое снижение, тем самым это тоже негативно для экономики штатов, потому что рынок недвижимости он очень чувствителен к экономике, к ситуации в экономике, если у нас экономика развивается хорошо, то на рынке недвижимости у нас наблюдается восходящий тренд, потому что если экономика работает, люди работают, получают зарплату, а они покупают недвижимость, либо новую, либо на вторичном рынке, тем самым если у нас есть некоторые замедления, трудности в экономике, то здесь, как говорится, люди уже начинают голосовать и голосуют тем, что они уже либо не покупают, либо объемы покупок снижаются. Мы видим снижение объема покупок, что нам указывает на то, что есть некоторое замедление в американской экономике, поэтому тем самым сегодня можно сделать выхода данных чуть хуже медиана прогнозов по производственному сектору и тем самым мы также сможем увидеть некоторый рост котировок пары фунт-доллар. Но на мой личный взгляд не стоит ожидать сильного роста котировок пары фунт-доллар, потому что у нас тренд нисходящий по паре фунт-доллар. Как мы видим, мы росли в последние дни на том факторе, что у нас Шотландия будет оставаться в составе Сненого Королевства. Вот этот референдум, который проводился на минувшей неделе, было много слухов на эту тему. В итоге у нас референдум провели, Шотландия остается и тем самым уже участники рынка фиксируют прибыль по вот этим длинным краткосрочным позициям. Мы до этого наблюдали сильные снижения пары фунт-доллара. У нас был очень такой ярко выраженный медвежий тренд в течение продолжительного периода времени, начиная с июля текущего года. Мы снижались и вот в последние три недели у нас наблюдается рост. Но на мой взгляд сейчас не стоит рассчитывать на сильный рост котировок, потому что медведи по-прежнему будут шортить пару фунт-доллара. По-прежнему у нас настроения пессимистические по паре фунт-доллара. И все, что выше 64 фигуры, будет использоваться для того, чтобы наращивать шорты по паре фунт-доллара. К тому же, также необходимо учитывать и инфляционную картину, потому что если, допустим, в еврозоне у нас дефляция, что касается пары евро-доллара, то здесь мы внимательно смотрим на инфляцию. Так что касается пары фунт-доллара, нас интересует также инфляция в Великобритании, поскольку здесь дефляции нет. Но здесь у нас немного другая сторона медали. Здесь у нас на повестке дня вопрос о повышении ставок. То есть для того, чтобы ставки повышать, необходим рост инфляции. Если у нас инфляция будет снижаться, то Банк Англии будет брать паузу и не будет пока что ужесточивать монетарную политику. На инфляцию влияет много факторов, и рынок труда, это безработица, то есть сокращение безработицы, рост заработных плат влияет. Также влияют и розничные продажи, и продажи товаров долгосрочного пользования. Потребительская уверенность, как один из опережающих индикаторов, нам помогает отследить тренды. И также влияют в том числе и нефтяные компоненты. Так вот, что касается нефти, я уже говорил, нефть у нас снижается, динамика негативная, и тем самым тоже будет оказывать давление на инфляцию в Великобритании. Поэтому на сильный рост инфляции рассчитывать не стоит. И тем самым по-прежнему будут на рынке ходить слухи о том, что у нас Банк Англии не будет торопиться с повышением ставок. То есть, одна часть участников рынка будет говорить о том, что ставки будут повышены достаточно скоро, другая часть будет говорить о том, что подождите, не спешите, посмотрите на инфляцию ниже заливого уровня. Инфляция, она по-прежнему снижается. Поэтому низкая нефть, она будет оказывать негативное влияние на пару фунт-доллара. К тому же у нас, если нефть снижается, то укрепляется доллар. Если мы посмотрим на индекс доллара, очень тоже важный компонент, по нему можно также посмотреть тренды по американскому доллару, то здесь мы также видим максимальные значения за последние 4 года. То есть, мы хоть и немного снижаемся в последние дни, тем не менее у нас тренд устойчивый, восходящий. Мы торгуемся возле 4-летнего максимума, что крайне позитивно для американской валюты и тем самым крайне позитивно для медведей по британской валюте. Поэтому мой прогноз по паре фунт-доллар на сегодня аналогично как по паре евро-доллар, открывать шорты на росте котировок. Уровни сопротивления у нас на сегодня 1.64 ровно, 1.64-1.64-1.65 и фиксировать прибыль на уровнях поддержки. Большую часть я бы зафиксировал на отметке 6308 и меньшую часть на отметке 6251. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы по паре фунт-доллар. Как повлияют на фунт новости по объему заемных средств в Великобритании? По прогнозу, вроде выше повышения. Вы знаете, Виталий, это, скажем так, второстепенный макроэкономический индикатор, поэтому реакция будет крайне минимальная. здесь нас, допустим, может интересовать, что касается заемных средств, то здесь, допустим, интересен релиз по объему ипотечного кредитования, чтобы оценить, что же у нас будет с рынком недвижимости, со строительным сектором. Но это тоже второстепенный индикатор, поэтому сегодня реакция будет такая незначительная. Что касается новостей из Великобритании, участники рынка не будут сильно обращать внимание на эти отчеты. Судя по всему, ключевой фактор движения британца вверх остается, кредитно-динежная политика. Так, территориальная целостность, как и общая положительная картина, экономические данные не приводят к росту. Цена успешно отбивается от зоны 64 фигуры. Карни указал на то, что необходимо наблюдать за ростом зарплата. Показатель 0,6 это мало, поэтому кредкосрочное движение было лишь коррекцией, и не сегодня-завтра можно вернуть в 61 фигуре. Влад, большое спасибо за вопрос. В целом, мое мнение с вами совпадает, что касается направления. То есть, вы ожидаете направления вниз, я его тоже ожидаю. Что касается 61 фигуры, то здесь пока я бы не стал так сильно забегать, потому что на 61 фигуру мы можем сходить, но, на мой взгляд, это будет не столь за счет слабости британца, сколько за счет силы доллара. Вот когда мы увидим силу доллара, тогда мы пойдем на 61 фигуру, потому что всегда необходимо понимать, что рынки у нас не только реагируют, допустим, в фундаментальной новости, но также у нас на рынках присутствует фактор открытия-закрытия позиций, поэтому очень много медведей в паре фунт-доллар, медведям нужно разгружать свои позиции, им нужно зафиксировать прибыль, получить прибыль уже реальную, не бумажную на своих мониторах, а реальную, и потом использовать краткосочный рост котировок для того, чтобы по новой зайти в пару фунт-доллар. Поэтому медведей очень много, и тем не менее медведи на снижение котировок будут избавляться от своих позиций и затем уже после коррекции будут вновь входить в шорты по паре фунт-доллар. Поэтому снижение я ожидаю, но что касается первой фигуры, то пока что я туда не смотрю. Что касается внутридневной торговли, то вот для меня пока ориентируя уровни поддержки 6308 и 6251. Что касается монетарной политики, то я тоже привел эти факторы, что и рост зарплаты, и розничные продажи, и все это влияет на инфляцию, поэтому зарплаты по-прежнему низкие, правильно вы уточнили. 0,6 конечно это мало, но тем не менее это первый такой позитивный звоночек, возможно мы увидим и разворот по зарплатам, потому что до этого у нас зарплаты сокращались, и вот в последнем релизе показали рост. Впервые за длительное время поживем дальше, увидим, что же у нас будет, возможно это и некоторый разворот, и зарплаты будут расти, возможно и нет. В общем поживем, увидим, но пока что у нас не стоит ожидать сильного роста инфляционного давления, и это также будет сдерживать рост пары фунт-доллар, поскольку отсутствие роста инфляции придет к тому, что банк Англии будет брать паузу и не будет повышать ставки раньше времени. Если вопросов нет, перейдем туда к следующей нашей валютной паре, пара доллар-японская иена, накануне я говорил о том, что необходимо открывать лонги по паре фунт-доллар на коррекции, на коррекции в область 108.50-108.20, вчера мы до этой области не снизились, вчера у нас была консолидация в паре доллар-японская иена, вчера мы даже немного подросли в область первого уровня сопротивления, после чего у нас был отскок. Что касается дня текущего, то сегодня мы продолжим консолидироваться примерно в рамках того же самого диапазона, но на мой взгляд сегодня можно ожидать тестирование нижней границы этого диапазона, у нас первая поддержка 108.60, и вот на мой взгляд мы должны все-таки сегодня снизиться в ту область, которую я обозначил вчера, вчерашняя область 108.50-108.20. Вот на мой взгляд сегодня у нас есть шансы для того, чтобы снизиться в эту область, на основании чего. Для этого необходимо выделить два фактора, первый фактор мы наблюдаем распродажи на фондовых площадках, вчера у нас практически все ведущие мировые фондовые площадки показали снижение, и площадки североамериканские, европейские, российские индексы снижались, и азиатские ведущие площадки снизились, в общем все, кто могли, упали в цене вчера, и тем самым это у нас указывает на определенный импульс, краткосрочные медвежьи, и тем самым можно еще ждать некоторого снижения фьючерсных, простите, фондовых площадок, но на мой взгляд, вот что касается этого локомотива мирового фондового рынка, S&P 500, американский фондовый рынок, самый главный там индекс S&P 500, то здесь мы в течение пятницы и понедельника показали сильные снижения, и на мой взгляд уже где-то скоро быки будут вновь открывать ланги по S&P 500. У нас сейчас текущая котировка по фьючерсу 1994,9, и вот на мой взгляд мы еще можем сходить чуть ниже вчерашнего минимума, вчерашний минимум у нас 1999,9, то есть допустим 1989,85 мы еще можем увидеть, после чего уже быки будут покупать фьючерс на S&P 500, и тем самым также у нас будут набляться покупки в отдельных корпоративных бумагах, и тем самым мы сможем увидеть некоторый разворот по паре доллар-японская иена. Второй фактор негативный для пары доллар-японская иена, это на мой взгляд сегодня можно же выхода данных по индексу PMI производственного сектора чуть хуже медианы прогнозов, об этом я уже говорил, на сильный слабый отчет рассчитывать не стоит, но тем не менее чуть хуже медианы прогнозов мы можем увидеть, и это также будет сдерживать бычий напор по паре доллар-японская иена. Но тем не менее тренд у нас восходящий, и уже в начале сентября мы наблюдали много раз, как у нас пара доллар-японская игнорировала слабую статистику из Штатов, и мы консолидировались, а не падали, после этой консолидации у нас вновь был рост котировок по паре доллар-японская. Поэтому сегодня тоже стоит рассчитывать на то, что у нас не будет сильно негативной реакции на этот, допустим, умеренный негативный отчет. Поэтому снижение котировок по паре доллар-японская необходимо использовать для наращивания лонгов. Уровни поддержки у нас на сегодня 108.60-108.38, текущая котировка по паре доллар-иена 108.65, сессионный минимум текущего дня 108.59, то есть мы должны снизиться ниже минимума текущего дня. И вот, на мой взгляд, я бы даже открывал, начал открывать позиции не на первой поддержке 108.60, а чуть ниже, допустим, 108.45, первая точка входа, дальше чуть ниже второго уровня поддержки, 108.30 и 108, ровно третья точка, и фиксировать прибыль на уровнях сопротивления, большую часть зафиксировать на отметке 109.16, затем стоп-лосс перевести в безубыток и меньшую часть фиксировать в области 110-й фигуры. Как мы видим, сейчас у нас консолидация. Если посмотреть на 4-часовые свечки и на дневные свечки, мы консолидируемся, по сути дела, между второй поддержкой 108.38 и между первым уровнем сопротивления 109.16, ну там чуть-чуть повыше у нас был максимум, у нас максимум был 109.45, то есть вот такой диапазон 108.30, 109.50, плюс-минус копейками, мы на нем консолидируемся, и как нам указывает в том числе тот же самый теханализ, в теханализе необходимо по правилам теханализа классическим, в диапазоне необходимо открывать позиции от границ диапазона, то есть внизу покупать, наверху продавать, поскольку у нас фундаментальный тренд восходящий, поэтому наверху продавать мы не будем, это очень рискованно, это крайне глупо, мы будем покупать на нижней границе этого диапазона, поэтому в области второй поддержки открываем ланги, в области второй поддержки на отметке 108.38 открываем ланги по паре доллар-японская и иена. Уважаемые коллеги, задавайте пожалуйста свои вопросы по парам евро-доллар, фунт-доллар, доллар-японская иена, я на них с удовольствием отвечу. Хотелось бы сделать также небольшие анонсы, завтра в среду 24 сентября мы проведем два вебинара, первый по традиции в 10.30 по Москве ежедневный обзор валютного рынка, где рассмотрим текущую ситуацию на рынке Форекс и в 5 вечера проведем тематический вебинар. На этот раз тема нашего вебинара «Составляем выгодную оферту». Мы рассмотрим, как необходимо составить максимально эффективную оферту в нашей инвестиционной платформе «Флагман Инвест». Если, допустим, вы задумались об открытии мастер-счета, то есть вы трейдер уверен в своих силах, хотите открыть мастер-счет для того, чтобы торговать и привлекать инвесторов и тем самым получить гораздо больше дохода, чем просто от своей личной торговли, вам необходимо открыть оферту, там есть различные показатели и вот завтра мы рассмотрим, что это за показатели. Сначала рассмотрим, что такое оферта, из чего она стоит, а потом поговорим о том, как составить наиболее максимально эффективную оферту для того, чтобы получать максимально высокое вознаграждение за успешную торговлю, а также чтобы привлекать большое число инвесторов, потому что необходимо понимать, у всех разные интересы. Если вы трейдер, у вас интерес, чтобы ваше вознаграждение было высоким, если вы инвестор, вы инвестируете в трейдеров, то ваш интерес, чтобы ваше вознаграждение было высоким. Вот об этой золотой середине, где же эта золотая середина, чтобы было хорошо и комфортно и трейдеру, и инвестору, вот об этих вопросах мы поговорим завтра в 5 вечера по Москве, приглашаю всех желающих принять участие. И также на этой неделе у нас будет вебинар тематический еще в четверг, в 5 вечера тематический вебинар по фундаментальному анализу. Мы рассмотрим облигации, облигационный рынок и как он влияет на валютный рынок, товарный рынок и фондовый рынок. На этой неделе у нас два тематических вебинара. Уважаемые коллеги, если вопросов нет, большое всем спасибо за внимание. Желаю сегодня всем успешной торговли, только профитов попутного тренда. И приглашаю вас завтра на наши вебинары, завтра в 10.30 по Москве и в 5 вечера тематический вебинар по инвестиционным пасмурным играм. Продолжение следует...